ситуация кардинально изменилась. 17 июля 1941 года рейхсминистром оккупированных восточных территорий стал Альфред Розенберг, один из главных идеологов Третьего Рейха. Розенберг предложил план создания четырех имперских рейхскомиссариатов на территории бывшего Советского Союза. Остланд, Украина, Московия и Кавказ. Кроме того, в течение 30 последующих лет планировалось онемечить 14 миллионов славян и 31 миллион славян переселить. Рейхсфюрер СС Генрик Гиммлер приступил к тотальному уничтожению европейских евреев. В марте Геббельс и Гиммлер рапортовали Гитлеру, что Берлин отныне полностью освобожден от былого засилия евреев в эпоху Веймарской республики. Надо же, сказал, услышав эту бредовую формулировку, бывший гитлеровский министр финансов Ялмар Шахт, я и не знал, что до 16 марта 43-го года подвергался какому-то засилью. Евреевы с Голландии после конфискации имущества, фактически грабежа, в марте начали перевозить на восток, в лагерь уничтожения Освенцин. Мне думается, что мир очень слабо реагировал на это варварство нацистов, хотя известия о нем широко распространялись весной 1943-го года. Об этих убийствах знали в Швеции, Швейцарии, в Ватикане и Португалии, во многих других воюющих и не воюющих странах, но молчали или ограничивались общими декларациями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова